Приветствуем вас, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Что такое «Единое на потребу»? Слова эти из Евангелия от Луки и принадлежат самому Господу. Они были произнесены тогда, когда пришла в смятение Марфа, сестра Марии, готовя для Господа, пришедшего в их дом, обильное угощение, хлопотала по подготовке пищи и накрыванию стола. Господь же пребывал в учении и наставлял жизни духовной в пути ко спасению тех, кто был рядом и внимал Ему. И среди прочих, возле самых ног Его, а это есть образ самого совершенного внимания, самого устроения благоговейнейшего, с которым Мария слушала слова Господни, ибо было в земной жизни Спасителя немало вокруг Него, и иудеев, которые, имея уши, слышать не слышали, ибо сердце их было окаменено. Мария же пребывала в совершенном и смиренном внимании. Так надлежит, кстати, и нам читать Священное Писание Нового Завета, всякое слово воспринимая как Божье благословение и от Него исходящее, как руководство для нашей деятельности, для нашей веры, для нашего упования, а не для попыток нашим человеческим ограниченным разумом раздраконить на какие-то составляющие части речи Спасителя и сделать свои недалеко недальновидные и неразумные выводы. Господь призывает каждое слово свое воспринимать с совершенной верой в то, что исходят они от источника всех благ, от самого Бога. И вот именно так с благовением внимала словам Господа Мария, чем и вызвала раздражение при том, что сестры своей, при том, что не только на себя, но и на самого Господа, ибо упрек, который Марфа произнесла вслух, касался не только и не столько своей сестры, но Господа, который допускал это несправедливое разделение земных трудов. Марфа, видимо, действительно уже сбивалась с ног и не знала, как лучше управиться с хозяйством таким образом, чтобы гость высокий остался доволен и в этом своем многопопечительстве продемонстрировала совершенно земное и неблагоговейное Господу расположение. Потому и потребовались слова Господа, нерешенные некоторой укоризны. Марфа, Марфа, заботишься и печешься о многом, то есть сердце твое предано многим заботам, житейским и земным. А единственное, что составляет подлинную необходимость нашей жизни, единая жизнь на потребу. И далее показывает пример того правильного упования, которое представляла ее сестра. Мария же благую часть избра, которая не отнимется от нее. Когда не отнимется? Ни в этом веке, ни в будущем. Собирайте себе сокровища на небесах, ибо тот, кто имеет это устроение, непременно и в земной жизни от Господа получит порядок в делах своих и во внутреннем расположении своем, и в вечности не окажется врасплох застигнутым, неподготовленным, девой безрассудной, не взявшей елея с собою при встрече жениха, а потому и оказавшейся вне чертога брачного, вне эдема сладости, вне Царства Небесного, к которому все мы призваны. И так не только бытовые неурядицы отражаются в этом евангельском событии, а расположение людей, которые бывают даже у самых близких родственников, противоположны. Не случайно Господь, предупреждая о окончательном определении вечной участи людей, сказал, будут очень близкие между собой люди, вместе трудящиеся на полях или даже на одном ложе возлежащие. Но один поемлется в сретение Господу при втором его пришествии, а другой оставляется на снидение вечному огню. Отчего же так, Господи? Не уповаем ли мы на заступничество наших ближних, если они к тебе близки, так неужели и о нас не похлопочут? Если их хлопоты о нас не послужили к их переменам за время земной жизни, то уже по свидетельству Авраама из притчи Господней между нами и вами, умершими уже с определенными расположениями сердца, к небу или к аду, устремляющего человека, то уже после окончания земной жизни, когда времени уже для человека не будет, когда душа его будет пребывать в разделении с телом, вернувшимся в землю, уже пропасть великая установлена, и ни оттуда к ним, ни от них к тем перехода уже не будет. Поэтому бесконечно важно позаботиться в эти краткие дни земной жизни о приобретении того небесного расположения тех сокровищ для души своей, которые послужат ее вечной участи, благой и светлой, к которой и призывает нас Господь. И напротив, при всем усердии к исполнению своих внешних служений, при попечениях, которые имеют и вполне человеколюбивое предназначение, должен человек не обольщаться. Кто ищет земного, тот и обретет земное, неустойчивое, проходящее, то, о чем сказано в Новом Завете у апостола, земля и все дела на ней сгорят. Тот же, кто ищет благодати Божией, кто ищет залога Духа Святого в душе своей, кто ищет с Господом единства, кто вникает в Слово Его, прилагая к сердцу и в соответствии с Ним, стремясь устраивать и пути внешние в жизни своей и расположение сердца своего, тот не посрамится и не в этой жизни, и не в будущей, но накажется там, где должен быть, там, куда предназначен во Царстве Господа своего. Есть, из чего потрудиться, есть, ради чего потерпеть, есть, куда устремить все жизненные силы свои.